Чему вдруг ты почувствовал необходимость, чтобы это для тебя... Как ты вообще понял, что это для тебя не лично? А теперь оно вдруг должно стать для тебя лично. Я принял крещение с моим двоюродным братом, когда мне исполнилось 14 лет. И даже когда я принимал крещение, я чувствовал себя, что это просто, что люди делают, когда они взрослеют, и теперь ты принимаешь крещение. Но после того, когда я принял крещение, мои родители, они очень-очень со мной интенсивно занимались. Что я имею в виду? Они всегда отвечали на все мои вопросы. Мы буквально каждый вечер, я приходил с школы или с работы, мы минимум 3-4 часа проводили, они просто со мной отвечали на все мои вопросы. И я спрашивал много вещей, которых я не понимал. И я думаю, мне было где-то 15 или 16 лет, когда я пришел к такое пониманию, что вера моя стала не какая-то родительская, а моя личная. Я начал именно жажду иметь к Богу, к молитве, к Библии. И что-то поменялось. У меня не было такого опыта, как, например, апостол Павел шел на дороге в Дамаск, да? И сразу он, Господь, явился ему, и он сразу стал верующим и начал пробовать. У меня такого не было. Как нужно расставить приоритеты, чтобы хватало времени на все на свете, в том числе на детей? Да. Это же достаточно сложно. Сегодня время такое, когда либо ты вкалываешь, либо ты на обочине жизни. Согласен. Я думаю, в Америке и в России одно и то же. Люди, которые говорят, что у них нет времени, они обманывают себе и они обманывают своей семье. У всех есть время на те вещи, которые приоритеты. Люди находят время сидеть и смотреть 30-40 часов свою любимую шоу на Netflix или на телевизоре какой-то сериал. Они говорят, что нам надо отдохнуть. Но это обман. Тебе не нужно отдыхать. Тебе нужно работать. Но работа это является отдыхом. Мне лично не нравится ездить на какие-то vacations, потому что я люблю то, что я делаю, намного больше, чем отдых. Поэтому время иметь, это просто нужно распределять время правильно. Ты должен время использовать правильным образом. И не проводить напрасное время. Если мы понимаем, что Иисус дал нам одну жизнь, ты должен делать все, что нужно. Ты имей календарь, имей список приоритетов, имей вещи, которые ты должен сделать. Привет. Как дела? Отлично. Привет, привет. Кристина, огромное спасибо. Дюдь, наконец-таки мы увидимся в реальности. Слушай, сколько можно же по Facebook разговаривать и по Telegram? 20 веков. Бог не дает высшую позицию на работе. Почему мой босс думает, что я не самый крутой человек в мире, и он не дал мне повышение? Проблема в том, что если мы не будем быть верными в малом, Бог не поставит нас над великим. Мы должны в первую очередь знать, что делать с этими пятьми людьми, которым Бог нас наделил ответственности, перед тем, как мы можем вести намного больше людей. Мы рождаемся очень ленивыми, недисциплинированными людьми, которые мы не хотим ничего делать. Это просто реальность греховной нашей натуры. Поэтому, если ты хочешь стать лидером, ты должен понимать, что ты будешь людей брать из своей зоны комфорта. Ученики, когда следовали за Иисусом, они только думали о том, как они могут быть у Иисуса на правой, на левой руке с ним, когда они думали, он опровергнет римскую перью, станет великим царем земным, и они будут у него в кабинете. Они не понимали или не хотели соглашаться с тем, что они шли тысячу метров из Иерихона в Иерусалим. И поэтому, когда мы думаем о том, что мы хотим быть лидерами, мы должны согласиться, что мы привлекаем к себе недопонимание. Мы, как лидеры, мы понимаем, как должно быть. Мы лидеры, у нас, понимаете, у нас бюджет такая овечка маленькая, а наше видение огромный такой лев. Вы понимаете, о чем я говорю? Наше видение намного больше, чем оно есть. Мы видим, что Ашер не только должен встречать людей, а он должен создать команду вокруг себя, которая будет с людей встречать и будет делать отлично. Мы не хотим, чтобы кто-то на нашей команде просто хорошо на инструменте играл. Мы хотим, чтобы они взращивали других людей, которые бы играли для Слава Иисуса. Мы не хотим, чтобы люди просто делали или библейку, или малую группу. Мы хотим, чтобы люди впитывались в слово и взращивали других людей. Поэтому часто, когда вы будете подходить к людям и говорить, ну, брат, ну да, ты все правильно, все хорошо сказал, но вот что тебе нужно корректировать. Люди, к себе ты будешь привлекать недопонимание. Он привлекает тебя. Он дает тебе это видение. И ты, как лидер, идешь вперед и делаешь вещи для Славы Иисуса. Аминь? Аминь. Мы делаем это. Мы не смотрим на оппозицию. Мы не смотрим на критиков. Мы не смотрим на людей, которые говорят, ты не сможешь это сделать. Ты очень молодой. Ты неопытный. У тебя эксперименса нет. Нет, у меня, может быть, нет эксперименса или опыта, и я молодой, но зато у меня есть Бог Иисус Христос. Может быть, наша церковь не такая уж большая, не такая уж влиятельная, но когда я езжу на этой конференции, если даже я могу вдохновить какого-то молодого брата, который существует в русской церкви, и он откроет новую церковь, и Бог, может, даст ему огромный урожай. Или, может быть, мне даст огромный урожай. Кто еще... Здоровская позиция. Да, кто его знает. И я вдохновил его, и 20 лет спустя он подойдет ко мне и скажет, «Хей, мэн, спасибо большое, что я был на той конференции, когда ты эту речь говорил, и говорил о своей церкви, и теперь она такая церковь, иначе это движение перехода с русского на английский». Я буду рад этому. И поэтому вот такой мой менталитет. Мы все часть одного же царства. Не то, не твоя компетентность, не то, можешь ты говорить слово или нет, не то, можешь ты с людьми заниматься или нет, не то, есть у тебя талант или нет, не то, если ты умный или нет, не то, если ты закончил семинарию или нет, не то, если ты произошел из богатого дома или из бедного дома, или у тебя были хорошие родители, или у тебя были плохие родители, у тебя было много денег, мало денег, больше влияния, меньше влияния. Это не определяет твой призыв Бог сам определяет твой призыв И он сделал это с учениками Поэтому тут говорится нам текст, что Иисус позвал к себе, кого сам хотел Поэтому очень часто Иисус использует самых неординарных, самых обыкновенных людей Чтобы исполнить его сверхъестественную миссию Когда люди приходят к тебе и говорят Вау, ты стал намного терпеливее человеком Ты стал человеком, который легче прощаешь Вещи, которые тебя раньше раздражали, тебя больше они не раздражают У тебя больше любви и света в твоих глазах Ты становишься более терпеливым Ты становишься более милостивым Ты становишься более благодатным Если тебе это говорят люди, это значит твой характер меняется Это значит, что Бог делает эту трансформированную работу лично в твоем сердце И почему он это делает? Потому что он называет тебя кем-то перед тем, как ты стал им Что для тебя настоящая жизнь? Для меня настоящая жизнь это в принципе то, когда я занимаюсь тем, на что Бог меня призвал делать Именно вот то, что мы сейчас с тобой делаем Мы общаемся, мы разговариваем Я люблю это делать, я призван на это Другие люди, у них другое призвание Им не нравится делиться своими мыслями Хотя они будут слушать людей Бог наделил меня определенными дарами Говорить, проповедовать, служить людям Быть пастором церкви Быть мужем, быть наставником для многих людей Это дает мне жизнь Это дает мне радость Когда я понял с очень юного возраста мое призвание И я делаю все, что я могу, чтобы глубже и глубже заходить в мое призвание Я не раскрываю свой диапазон на очень много вещей Я просто делаю те вещи, которые, я уверю, Бог приготовил для меня И я стараюсь улучшаться в них больше и больше И поэтому это дает мне радость, заниматься любимым делом Это служить людям и, в принципе, тем, чем мы сейчас занимаемся Я хочу спросить сегодня вас Где у вас противный ветер в вашей жизни? Какой ветер у вас сейчас в жизни, который препятствует вам Отдать на 100% всю вашу жизнь Иисусу Христу? Где этот ветер? Ваши родители, ваша школа, государство, ваши друзья Где и в чем находится эта проблема? И я хочу сказать сейчас, что ту проблему уже решил Иисус Христос на кресте Мы не пытаемся добиваться Божьей благодати или результатом Мы входим в то, что уже было дано нам бесплатно Мы не пытаемся делать что-то, чтобы получать идентичность Иисуса Христа Мы уже находимся в ней, и поэтому мы очень свободно входим в нее Мы не получаем наше спасение по нашей работе Или потому, что мы сделали, но потому, что Иисус сделал для нас И что очень нужно подметить здесь Это что ветер тут был противный И тут около же четвертой стражи ночи Иисус подходит к ним И я по морю и хотел миновать их Четвертая стража это между 3 и 6 утра Это значит, что в самую глубокую ночь Иисус идет по морю к своим ученикам Потому, что Он хочет достигнуть их Иисусом движет Его любовь к тебе И Он покоряет любые препятствия Он покоряет любую дистанцию, чтобы дойти тебя Чтобы спасти тебя Чтобы дать тебе спасение Чтобы показать тебе, что Он должен являться инфекциентом твоей жизни Аминь? Они заплатили цену Своей семьи, своих ресурсов, своих денег, своего дома, своей машины Они все дали Иисусу Они понимали, что если мы не отдадим все Мы не сможем быть влиятельными для Царства Небесного И почему-то эти люди часто испытывают радость Даже в кризисных моментах Эти люди отдали все Они сказали, Господь, я отдаю все, что есть в моей жизни тебе Потому, что ты знаешь, что с моей жизнью сделать лучше, чем я буду знать А второй тип человека Это человек, который просто немножко Ну, я чуть-чуть тогда дам Богу вещи в моей жизни Я не хочу служить полностью Ко мне часто молодые пары походят и говорят Ну, мы молимся о том, чтобы Господь дал нам такую зарплату Чтобы за дом заплатить нам хотя бы Я говорю, ваше видение очень маленькое Бог хочет вам дать такую зарплату Чтобы вы имели такой большой дом Чтобы тысячи людей приходили к вам И вы были гостеприимны Люди говорят, о, мне не хватает Чтобы машина моя, которая поломалась Функционировала правильно Я говорю, может быть, Господь хочет, чтобы ты имел автопарк Где ты раздавал людям машины, чтобы ты благословлял их Люди говорят, Господь, спаси мое супружество Потому что у нас многие конфликты Бог не просто хочет сдать тебе мир между мужем и женой Он хочет, чтобы твое супружество было примером Для сотни других супружеских пар Иисус хочет сделать через тебя намного больше, чем ты думаешь или мечтаешь Это начинается, когда мы полностью отдаемся Господу Мы говорим, Господь, у меня не хватает ничего Ни компетенции, ни интеллигенции, ничего Но мы знаем, что ты можешь сделать все естественное Через меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok